В Сухуми прошла встреча с молодежью и спортсменами, которые поедут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Абхазская журналистика имеет давнюю историю, начиная с выхода первой газеты Абсны 27 февраля 1919 года. В Абхазии вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. Возгорания зафиксированы как в восточном, так и в западном регионах. В Сухуми прошла встреча с молодежью и спортсменами, которые поедут в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Говорили и об участии спортсмена в Абхазии в играх стран БРИКС, а также во всемирных играх дружбы. В мероприятии принял участие президент Аслан Бжайни, а также спикер парламента Лаша Ашуа, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр иностранных дел Инал Ардзенба. Лаура Капш расскажет подробности. 1 марта на федеральной территории Сириус стартует Всемирный фестиваль молодежи. События мирового масштаба соберет на своей площадке более 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, культуры, науки, спорта, различных сфер общественной жизни. Конечно же, участие представителей Абхазии в таком значимом мероприятии – уникальная возможность не только познакомиться с интересными людьми, но и попробовать себя на разных площадках. С участием в таком интересном событии молодых людей нашей страны поздравил президент Аслан Бжайни. Глава государства выразил надежду на то, что они пополнят национальную копилку медалей с золотом, серебром и бронзой. Уникальнейшая возможность предоставлена молодежи Абхазии и в целом Абхазии. Это свидетельство того, что мы идем по правильному пути. Это свидетельство того, что дружба между народами Абхазии и Российской Федерации имеет место быть, и она становится все крепче и крепче. Я убежден в том, что представители Абхазии проявят самые лучшие качества, и человеческие, и интеллектуальные, и, конечно же, спортивные. Те вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы подготовить наших спортсменов, некоторые аспекты предстоящих соревнований, в том числе политический аспект, этим мы будем заниматься. Тут один из выступающих обратился ко мне и сказал, что рассчитывает на поддержку президента Абхазии. И обычно в таких вопросах рассчитывают на возможности абхазской экономики. И он сказал о том, что мы хотим хорошо выглядеть и так далее. Я постараюсь сделать так, чтобы вы выглядели хорошо. А все остальное за вами. Мы проведем на следующей неделе совещание с участием премьер-министра. Определим необходимые вопросы, которые надо решить и для участия в БРИКС, и на других международных спортивных соревнованиях, которые предстоит провести в этом году. А я очень рад тому, что мы сегодня здесь собрались. Вы мне подняли настроение. И вот так, шаг за шагом, будем покорять высоты, которые нам ранее не удавалось это сделать. Всемирный фестиваль молодежи для нашей республики большое и значимое событие. Из Абхазии в нем будут участвовать 100 молодых ребят. Программа фестиваля обещает быть интересной и насыщенной. У вас сегодня есть великолепная возможность заявить о себе. Это и правда дорогого стоит. Я вам желаю искренне познать все лучшие площадки мира. С вами рядом будут лучшие лидеры, ведущих мировых держав. И это знакомство дорогого стоит для нас, для всех. Мы вас просим показать себя с хорошей стороны. Вы будете лицом нашего многонационального народа, нашего государства. Удачи вам во всех ваших начинаниях. Среди нашей сотни, 10 молодых, несовершеннолетних, юных ребят от 14 до 18 лет будет детская программа на фестивале. В рамках фестиваля будет также проходить спортивное мероприятие, турнир по баскетболу, где также мы будем там принимать участие баскетболисты из Абхазского государственного университета. Чтобы абхазская молодежь смогла участвовать в данном фестивале, был создан национально-подготовительный комитет. В него вошли представители госкомитета по делам молодежи и спорту, Всемирного Абхаза-Базинского конгресса, общественной молодежной организации ПЭПШ и комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. В общем, было зарегистрировано более 500 человек. Четко, правильно заполнили анкеты более 300. Отбор шел от 300 человек. Отбор делала дирекция из Москвы. Я сам и многие ребята в этом зале участвовали в 2017 году. Площадка невероятная. И самая главная задача, которая стоит перед нами, это поездка, это огромная ответственность. Потому что на каждой локации, на каждой возможной локации мы должны представлять нашу республику. По итогам переговоров Госкомспорта Абхазии и Министерства спорта России абхазские спортсмены также будут участвовать в играх БРИКС и Всемирных играх дружбы. Игры БРИКС пройдут с 11 по 24 июня в Казани. В них примут участие спортсмены из более 60 стран. Абхазия будет представлена в 15 видах спорта. Российские функционеры спортивные, многие говорят, что это будет аналогом Олимпиады. У нашей молодежи, наших спортсменов будет возможность конкурировать с ведущими спортсменами ведущих спортивных держав. Я хочу вас попросить представить тот момент, как наш спортсмен стоит на педестале, над ним веет наш государственный флаг и звучит гимн Республики Абхазии. Для нас, для всех это правда дорогого стоит. Мы являемся частью большой спортивной семьи. Поэтому, дорогие наши спортсмены, те, которые будут представлять нашу страну, мы вас искренне просим представить нас с гордостью, делать все самое возможное. Со своей стороны мы будем с вами рядом. чтобы нас пригласили на игры БРИКС в течение года. У нас было много встреч, консультаций с российскими спортивными функционерами в Министерстве спорта, в Олимпийском комитете, по федерациям, разным видам спорта. В этом году еще планируем несколько меморандумов подписать по видам спорта. В рамках встречи председатель Госкомспорта Тараш Хакба подвел итоги прошедшего года. В 2023 году государственным комитетом было проведено 236 мероприятий. Из них спортивных 206, молодежных 30. Лаура Капшти, Мургогохи, Абхазское телевидение. 27 февраля работники СМИ Абхазии отмечают профессиональный праздник. В этот день, в 1919 году, начала выходить первая абхазская газета «Абсна». Ее редактором стал Дмитрий Гулия. Издание выходило в течение двух лет, и за это время было выпущено 85 номеров. С 1921 по 1991 годы газета называлась «Абсна-лапщикак». Раньше, так и сейчас, газета «Абсна» освещает политические, экономические, социальные, культурные события в жизни республики. Здесь нередко публикуются стихи и прозаические произведения абхазских писателей. Наша съемочная группа была одна из первых, кто поздравил коллектив газеты с праздником. Репортаж Алики Трапш. Абхазская журналистика имеет давнюю историю, начиная с выхода первой газеты «Абсна» 27 февраля 1919 года. Эта дата отмечается как день средств массовой информации. Вот уже 105 лет выходит газета «Абсна» на родном языке. Начала издаваться она в сложный, драматичный период истории Абхазии – господства грузинского меньшевистского правительства. Издание газеты стало возможным благодаря усилиям группы абхазской интеллигенции и основоположнику абхазской литературы Дмитрию Гулия, который стал ее первым редактором. За более чем вековую историю газета «Абсна» прошла долгий, тяжелый путь. Но несмотря на все сложности, газета и сегодня печатается на родном абхазском языке. Освещает политические, экономические, социальные и культурные события в жизни республики. Сегодня главным редактором газеты является Ахра Анкваб. Коллектив редакции насчитывает 19 человек. Кристина Иннабшба работает здесь уже 17 лет. Как будет выглядеть издание, фактически зависит от нее. Кристина ежедневно занимается версткой газеты. С понедельника уже начинаем материалы, мне макеты дают, я вот начинаю готовить газету. В четверг мы выходим рано утром. Надо придумывать, как будет лучше выглядеть газета, например. Несколько раз мы переделываем, можно сказать. Так, в общем, и коллектив, и все. Немало лет я уже сама проработала, поэтому самое главное – это коллектив, и чтобы нравилась работа. Уже более двух лет редакции газет «Опсны», «Республика Абхазия», а также информагентства «Опсны Пресс» объединены в республиканское государственное учреждение «Опсны Медиа». Главной одной из задач «Опсны Медиа» является именно сохранение тех традиций, которые существовали на протяжении долгих лет в этих редакциях, приумножать их, развивать, улучшать, дабы те материалы, которые мои коллеги готовят, чтобы они доходили до читателей, чтобы они были интересными, были актуальными, и чтобы, повторюсь, был у читателя, у зрителя даже, можно сказать, был интерес к средствам массовой информации, которые входят в «Опсны Медиа». В современном мире интернет является неотъемлемой частью повседневной жизни. Постоянно проверять социальные сети, читать новости – привычное дело. Конечно же, скорость передачи новостей у печатных изданий сильно уступает остальным средствам передачи информации. Именно поэтому многие издания имеют свой сайт, в том числе и газеты «Опсны», где информация публикуется ежедневно. Идя в ногу со временем, сегодня мы пытаемся использовать все площадки, дабы донести читателю тот продукт, который делают наши коллеги. Это социальные сети, это интернет в общем, это сайт. Печатные СМИ, возможно, сегодня они не столь актуальны, как в свое время, когда не было ни телевидения, когда не было ни радио. Сегодня новые условия, новые времена, к которым нужно использовать все средства для того, чтобы до читателя дошел тот продукт, который делает в частности редакция газеты «Опсны». Стараемся каждый день по три, по два материала выкладывать на сайт. А так в неделю раз в формате PDF мы выкладываем газету, мы полностью что в цветном виде читатели читали, и как бы еще и приятнее. А так выходит газета, как вы знаете, что на белый цвет. Мы в Facebook и в Instagram везде выкладываем свежие материалы, и читателей, я бы сказала, что их много уже. Сегодня в Абхазии вещают на всю страну два телеканала – АГТРК и Абаза ТВ, а также Абхазская радио. Есть телестудии в Гагрисском, Гудаутском и Галском районах. Имеются несколько печатных изданий и информагентств. Работники средств массовой информации – это огромная команда. Редакторы, корреспонденты, операторы, режиссеры, монтажеры и еще многие очень важные люди, которых не видно за кадром. У них нет выходных, а иногда даже времени пообщаться со своими родными и близкими. Они просто стараются сделать так, чтобы читатели или зрители получили вовремя проверенную достоверную информацию. Алика Трапш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. Президент Аслам Жайни поздравил работников СМИ Республики с профессиональным праздником. Роль абхазской журналистики, которая всегда стояла на передовых позициях строительства нашего независимого государства, невозможно переоценить. Вы освещаете события в стране и мире, реализуете актуальные общественно-политические, социально-экономические и творческие проекты, создаете эмоциональный фон в обществе, формируете политическую культуру и общественное мнение, влияете на политические и общественные процессы. В стране говорится в поздравлении. Глава государства выразил журналистам Абхазии благодарность за труд, объективность и профессионализм и пожелал крепкого здоровья, благополучия, творческих успехов и неиссякаемого вдохновения. Коллектив редакции газеты «Абсны» работников СМИ Абхазии поздравил с профессиональным праздником премьер-министр Александр Анкваб. «Абсны» стала летописью нашей истории на протяжении века, символом нашего духовного единства. В ее редакции зародилась абхазская профессиональная журналистика. Символично, что в наши дни в средствах массовой информации трудятся разные поколения профессионалов, своего дела и начинающие журналисты. Это свидетельство преемственности поколений, говорится, в поздравлении главы правительства. С профессиональным праздником работников СМИ поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Спикер выразил журналистам Абхазии благодарность за профессиональную деятельность и пожелал крепкого здоровья и благополучия. На имя генерального директора АГТРК от руководителя различных министерств и ведомств также поступило немало поздравлений. Авторы поздравительных адресов пожелали Ирине Агробой и коллективу Абхазского телевидения непрекращающегося развития новых идей и проектов. В Абхазском государственном университете прошел литературный вечер, посвященный 150-летию основоположника абхазской литературы Дмитрия Гуля, а также 150-летию со дня выхода газеты Абсна. Студенты кафедры журналистики зачитывали всем известные стихи Дмитрия Иосифовича, которые были созданы в разные годы его жизни. Также звучали песни, написанные на стихи поэта. На творческом вечере была наш корреспондент Ульяна Рожкова. 150 лет прошло со дня рождения человека, полностью поменявшего жизнь абхазского народа, великого абхазского просветителя, основоположника письменной литературы Абхазии Дмитрия Гуля. 2024 год объявлен годом Дмитрия Иосифовича. Без него трудно представить абхазский театр, литературу, историческую науку. В учебных заведениях республики проводятся вечера памяти патриарха. Студенты Абхазского государственного университета удивились своим рывением и любовью к творчеству писателя. С особым трепетом прочитали его всеми почитаемые стихотворения. Мы гордимся тобой, твои сыновья, Словно воины в шлемах сдымаются главы, Белоснежных вершин над чертой бытия. Ты, вскормивший струсильных и телом, и духом, Обрыскела героя и братьев его, Передал их могущество детям и внукам, И продолжил в праправнуках их естество. Дмитрий Гулия с 1919 года являлся редактором первой газеты на абхазском языке Абсны. Газета получила разрешение на существование как литературное издание, Однако быстро вышла за узкие рамки и стала общественно-политической. 27 февраля газете Абсны исполнилось 105 лет. Для национальной журналистики газета Абсны несет немаловажное значение. Газета для нас очень большая, потому что в этой газете сохраняется наша история. И она выходит сейчас в неделю один раз, Но мы надеемся, что она будет выходить еще чаще, чем один раз в неделю. Вечер памяти Дмитрия Гулия прошел по инициативе студентов. Они с особым интересом находили информацию, исторические архивы. Атмосфера при подготовке царила очень душевная, Поделился заведующий кафедрой журналистики Агу Курам Амкуап. Все, что они говорили, они говорили это от всей души. А самое главное, все материалы, которыми они пользовались, Они новое прочтение им дали. С позиции сегодняшнего дня, с позиции их, молодежи, Рассмотрели доклады, которые сегодня произносили. Я хочу сказать, что большой интерес молодежи к абхазскому языку. И я хочу, чтобы это развивалось, чтобы это активно продолжалось. Радует, что в нашей стране немало неравнодушных ребят, Которые любят творчество и литературу. Как писал Дмитрий Гулия, оглядываясь на пройденный путь, Его усилия не пропали даром. Абхазская литература живет и здравствует. Ульяна Рожкова, Камила Джупуа, Абхазское телевидение. Министерство культуры объявило о проведении повторного открытого международного конкурса на лучший проект памятника второго президента Абхазии Сергея Багабш в городе Учимчира. Сроки проведения конкурса с 28 февраля по 20 мая. Также в срок до 20 мая должны предстоять проекты со скульптурными работами авторы, прошедшие во второй тур-конкурсы на лучший памятник и благоустройство площади имени Багабш Сухуми. В Абхазии вновь обострилась ситуация с лесными пожарами. Сейчас возгорания зафиксированы как в восточном, так и западном регионах. По словам специалистов, главной причиной лесных пожаров является человеческий фактор, а именно весенняя пора, когда активно возделывается почва. В последние сутки сухостой и подлесок горели в Гагарском, Учимчирском и Галском районах. А 26 февраля пожарные боролись с огнем в селах Аллахадзеб, Зыб, Мук, Маркула, Араду, Кындух, Хацха. На место выехала наша съемочная группа репортажа Зинаханагуа. Лесные пожары. В последнее время нередкое явление в нашей республике. А устойчивая теплая погода и практически полное отсутствие осадков способствует распространению огня и расширению площади пожаров. И, как говорят специалисты, единственная возможная причина возгораний – человеческий фактор. Многие сельские жители привыкли подготавливать площади для посадки сельхозрастений, уничтожая сорняки и другую поросль при помощи огня. Это и есть основная причина возгораний сельских и лесных территорий в данное время года. За январь и февраль месяц в Ачимчирском районе зафиксировано около 28 пожаров. А 26 февраля спасатели боролись с огнем сразу в нескольких селах. Только в селе Маркула было 11 возгораний на разных участках. Вчера, буквально, где-то начало 2-го произошел пожар. И после сообщения выехала машина в село Меркула. После того было сообщение в Моквах. Тоже вторую машину отправили. Потом в Меркулах попросили дополнительно вторую машину отправили. И еще третью. План 4 машины вчера на выезде были. Пламя вплотную подбиралось к жилым строениям. Есть случаи возгорания подстобных помещений по содержанию домашнего скота и сараев. Работа спасателей ни на минуту не прекращалась. Как только пожарные локализовывали один очаг возгорания, тут же появлялся другой. 25 пожарных были задействованы в борьбе с возгораниями в Чемчирском районе. Начало 2-го выехали они только в 10 часов ночи, только вернули все машины. Едут ребята и видят свежие. Кто-то взял вчера под шок. А это все переходит на деревья. Эвкалипты горят, сосны горят. Они выделяют масла. Им трудно их тушить. Если верховой пожар пойдет, еще хуже. И возможно их тушить. И могут пострадать, и люди могут пострадать, и строения, и дома. Потому что приближается, ветер разносит. Некоторые поле очищает. Некоторые даже и охотники есть, которые для охоты место выбирают. Кто для пастбища выбирает. Как правило, главные причины возникновения лесных пожаров – длительные периоды засухи и неосторожное обращение с огнем. В случае пожаров в Абхазии специалисты уверены, что человеческий фактор первостепенен. Есть мандариновые плантации, орешники есть. Их надо косить. Они берут снизу, хотят поджечь, а это все разрастает в огонь. Или с другого поля переходит. И вот это все несоблюдение правил пожарной безопасности. Есть действительно добросовестные люди, ребята, молодежь. Есть, которые душой болеют за район, за Абхазию, за публику. Они даже до нашего прихода начинают что-то. Но в основном большинство ждут, пока мы приедем. В 11.00 наша съемочная группа работала в Ачимчирском районе. Здесь во дворе были спасатели, которые на протяжении трех суток тушили огонь. По словам Мурмана Пачуля, все пожары в районе к этому времени были локализованы. МЧС Абхазии настоятельно просит прекратить самовольный пал сухостоя во избежание непредсказуемых последствий. Вот как обычно, в Моквах, это как называется, раньше назывался Мокский совхоз, чай-совхоз, цитрусовый совхоз. Сейчас Мокву объединили. Вот в этом селе у нас очень часто, там очень много эвкалиптовых деревьев и елок очень много. И каждый год почти там очень часто бывают пожары. Наши интервью с начальником пожарно-спасательной части Мурманом Пачуля было прервано неожиданным сообщением. Не теряя времени, спасатели отправились на место. Лесные пожары опасны тем, что не очень быстро распространяются в ветреную погоду и при наличии сухой растительности пламя может уничтожить огромные площади. И это происходит мгновенно. Поджог сухостоя приводит к негативным последствиям. Его горение зачастую развивается стремительно и создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линии электропередачи, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени. Каждый год специалисты МЧС предупреждают жителей республики об опасности, но, к сожалению, не всегда бывают услышаны. Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать прошлогоднюю траву, чтобы новая быстрее и гуще росла. Подростки же видят в этом отличное развлечение, а о последствиях даже не задумываются. Проводится тушение и предотвращение распространения пламени. Здесь открытые поля и в открытых полях появляются жилые участки, которые могут закрыться, и мы предотвращаем на протяжении уже четвертого-пятого дня без остановки. Ребята работают, трудимся как бы сложно. Я в третьи сутки уже без перерыва нахожусь на территории части и на выезде. Граждан просить, попросить очень убедительно хочется, чтобы не позволяли себе, если кто-то видит, что кто-то хулиганит и тому подобное, пресекать эти моменты, потому что служба не успевает. Мы уже обращаемся к гражданам, просим их, чтобы как-то стояли рядом, как-то помогали, содействовали, но не успеваем. Необходимо отметить, что пал травы не только наносит материальный ущерб, он вреден для окружающей среды и здоровья человека. Образующиеся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вызывают аллергические реакции и обострение хронических заболеваний. Кроме того, страдают слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному воздействию особенно подвержены маленькие дети. Получается, что от весенних пожаров может пострадать не только имущество, но и здоровье населения. Выжигание травы пагубно влияет и на плодородие почвы, губит молодую растительность и огромное количество насекомых и полевых животных. Шазина Ханагуа, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Министерство юстиции Абхазии и Сирии работает над проектом соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. Ожидается, что данное соглашение будет способствовать укреплению межведомственного взаимодействия, содействовать обмену опытом и информации в областях, представляющих взаимный правовой интерес, а также способствовать развитию и совершенствованию деятельности обеих сторон. Текст проекта соглашения после согласования будет обнародован на официальном сайте Минюста Абхазии до его официального подписания. В Минздраве обсудили вопросы организации второго Абхазского медицинского форума, который пройдет в Сухуме 22 и 23 апреля. Мероприятие объединит на одной площадке представителей органов управления здравоохранения и практикующих врачей, организаторов и профильных специалистов системы здравоохранения, экспертов-аналитиков и юристов для обсуждения актуальных проблем и выработки совместных решений. Особое внимание планируется уделить развитию сотрудничества Абхазии и России в сфере здравоохранения, повышению взаимодействия по всем актуальным направлениям. Организаторы мероприятия – Министерство здравоохранения Абхазии и Российское медицинское общество. По предварительной информации, сопредседателями форума выступят министр здравоохранения Эдуард Будба и президент Российского медицинского общества Евгений Очкасов. За последние пять лет 55 подростков совершили преступление уголовного характера, а на учет были поставлены 182 ребенка. Тема правонарушений среди несовершеннолетних, к сожалению, актуальна и в нашей стране. По инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии в Сухумской первой школе прошел классный час. Старшеклассников ознакомили с понятиями правонарушения, преступления, проступок и ответственность. И рассказали, почему важно соблюдать закон. Репортаж Валерии Персхилия. Почему подростки совершают преступления, зная, что грабить, воровать и оскорблять плохо? Этот и другие вопросы были подняты в первой школе имени Баграта Шинкуба по инициативе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Абхазии. Такая встреча была проведена впервые, а классный час посвящен теме правонарушений и ответственности. Основная цель – ознакомить учащихся старших классов с такими понятиями, как правонарушение, преступление, проступок и ответственность. Научить их быть законопослушными и выражать свои взгляды. И наш уголовный кодекс в статье 19 содержит довольно-таки большой перечень всех деяний, за которые человек уже с 14 лет может нести уголовную ответственность. Тема правонарушений подростков на сегодняшний день актуальна. Чаще всего такие ситуации происходят ввиду незнания ими законов. На заданный вопрос «почему ты это сделал?» школьники обычно отвечают «не знал, что это наказуемо». Начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД Альбина Григолия озвучила статистику подростковых правонарушений в нашей стране с 2019 по 2023 годы. Так, за 5 лет 55 подростков совершили преступления уголовного характера, а на учет были поставлены 182 ребенка. В 2022 году несовершеннолетними было совершено 8 преступлений и на учете состояло 29. В 2023 году было несовершеннолетними совершено 11 преступлений и на учете состояло 35 несовершеннолетних. Приведенная статистика каждый год меняется. Число находящихся на учете то больше, то меньше. Причины разные, однако в основном правонарушителя, который, по мнению работников, исправился, снимают с учета, что и сказывается на цифрах. Уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджолия провела небольшой интерактив «Вопрос-ответ», в котором учащиеся активно участвовали и приводили примеры правонарушений и преступлений. «Он систематически без уважительной причины пропускал школу, он мешал проводить занятия, очень шумел, нецензурно выражался и мешал педагогу проводить урок. Как вы думаете, к какому из этих понятий относится поведение мальчика? Проступок. Проступок, все верно. Давид, а вот как вы считаете, сразу его будут ставить, будут подразделения? Нет, если он переберут в грань, в эти поступки, там же зависит, в каком характере поступка, он может быть, поступок незначительный, а может быть... Министр внутренних дел Роберт Киут, который присутствовал на встрече, отметил важность проведения таких мероприятий для профилактики правонарушений среди подростков. Проступок – это первый признак того, когда ребенок пытается себя как-то обозначить, скорее всего, показать перед своими сверстниками, где-то, как мы любим обычно себя утвердить. Мы, потому что все были детьми в таком же возрасте, как и вы, чтобы вы понимали. Но когда совершил проступок, сам ты не осознаешь, что ты сделал такое деяние, оно потихоньку переходит в правонарушение. В правонарушении недалекий путь до преступления, поверьте мне. Я вам скажу так, что самое главное – это учеба, которая вам необходима будет везде по вашему жизненному пути. К сожалению, в нашей республике, как и во всем мире, правонарушения и преступления среди несовершеннолетних имеют место. Это говорит о необходимости проводить такие встречи чаще и больше, чтобы помочь подросткам сделать правильный выбор и выводы. Валерия Перцхелия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Житель села Пшап привлечен к уголовной ответственности за хранение огнестрельного оружия. Также в доме мужчины изъяли действующие майнинг-аппараты, о чем составлен административный протокол. Детали в оперативной съемке МВД. За незаконное хранение оружия и боеприпасов привлечен к уголовной ответственности Таня Руслан Вадикович, 1998 года рождения. При обследовании принадлежащего вышеназванному гражданину автомобиля «Лексус», припаркованного на автостоянке ресторана в селе Мачара Гулырыбшского района, сотрудниками милиции обнаружены изъят ручной пулемет иностранного производства калибра 5,56 мм. В ходе проведенных оперативных мероприятий в селе Пшап сотрудниками УУР МВД совместно с уголовным розыском отдела внутренних дел по Гулырыбшскому району при обследовании домовладения по месту проживания гражданина Тани обнаружены изъят пистолет системы Макарова, а также патроны преимущественно калибра 7,62 мм. Согласно экспертной справке, оружие технически исправное и к производству выстрелов пригодно. Патроны также являются боевыми. В отношении Руслана Тани органом предварительного расследования Гулырыбшского РУВД по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 Уголовного кодекса республики, возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также гражданину Тани вменено правонарушение административного характера, связанное с незаконной добычей криптовалюты. При обследовании жилища последнего сотрудникам милиции были обнаружены изъяты 6 майнинг-аппаратов. По данному факту специалистами энергонадзора составлен соответствующий протокол. Оборудование помещено на склад госпандарта Республики Абхазия. Кабинет министра в России планирует ввести с 1 марта временный запрет на экспорт бензина. Ограничения будут действовать полгода. Запрет не будет распространяться на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя вице-премьера Российской Федерации Александра Новака. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидромедцентра в среду 28 февраля на территории Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха ночью 2,7, днем 11, 16 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова